О, я железо нашел. О, это хорошо. Еще железо. Черт, вся мышка уже вспотела. Мир, где полезные ископаемые добывают компьютерной мышкой, а все горные породы выглядят как разноцветные квадратные блоки. Это популярная игра «Майнкрафт», что в переводе значит «шахтерское ремесло». Используя ее мотивы, в Музее пермских древностей оформили новую выставку. Здесь показывают реальные минералы и то, что из них производят. Вся выставка построена на аналогиях, когда можно увидеть какой-то ресурс, горную породу, минерал, который используется для производства какого-то более сложного или, наоборот, более простого предмета. Здесь есть действительно очень много материалов, которые используются в строительстве. Такие минералы, как гранит, андезит, диорит и многие другие. Вот часть алмазного керна, образца извлеченного из скважины. А так выглядит бриллиант. Правда, здесь не настоящая драгоценность, а лишь макет. А это подлинное сокровище – зеленый берил или изумруд. Так он выглядит в природе. Выставлены и образцы, не относящиеся к драгоценным, но необходимые в повседневной жизни. Например, лазурит. Из этого минерала получают пигмент для масляной краски. Зрителям предлагают отыскать в предметах современного мира железо или соединение меди. Один из основных элементов, без которых не обойтись – хромовая руда. Хромовый гранат или уваровит назван так в честь графа Уварова, президента Императорской академии наук. Говорят, Западный Урал в свое время был на первом месте в мире по добыче хромитовых руд. Горнозаводский район Прикамья – сарановское месторождение хромитовых руд. Известно еще с 30-х годов 19-го века. Оно до сих пор действующее. Хром, который добывают здесь, входит в состав жаропрочных сплавов. К примеру, первые заводы в Великобритании по производству огнеупорных кирпичей работали в основном на уральской руде. Особая наша гордость и радость, что на этой выставке мы смогли показать условный, идеальный геологический разрез Пермского края, в котором можно посмотреть все породы по мере их формирования. От самых древних кварца и хромита до более современного галечника, который можно увидеть на поверхности, выставка «Блоки мира» включает и мастер-классы для детей, чтобы на некоторое время оторвать их от экранов компьютеров. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.